Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на канале разборка вот этого вот агрегата. Здесь есть свободная турбина и хочется ее разобрать в целях поиска, почему она не вращается. Вещь авиационная. Здесь все болтики законтрены. Поэтому нужно отогнуть для начала вот эти вот усики, чтобы снять корпус. Беру конвейером, просто вот так отгибаю. Еще раз спасибо Дмитрию за предоставленный экземпляр. Просто гигантское спасибо. Затянуто очень-очень сильно. С большим трудом только смог открутить. Вот можно снять диффузор. Ничего себе, ребята. Что-то я вообще не ожидал такое увидеть. Вот она турбина и вот здесь какой-то непонятный завихритель, какой-то аппарат. Видимо для вброса порции воздуха холодного. Диффузор. Ну вот это, я так понимаю, опять же уплотнение лабиринтное. Типа резьбы здесь что-то. Он пустотелый внутри. То есть вот в это отверстие входит. Здесь внутри канал. Все сварено с тонких пластин металла. И вот оно там все внутри сообщается. Есть какие-то лопатки отдельные. Вот раз два три. Это тонкие. И есть толстые лопатки. По ним проходит в середину. Вот сюда. Вещь очень интересная. Ну а там я даже не знаю. У меня такого ключа нет. Я даже без понятия как вот это возможно открутить. Просто не представляю даже себе. Пробуем прокрутить. Вообще-то какие-то сподвижки есть. Но быстро все заканчивается. Какой-то мусор в подшипнике. Раз и все. Все вращается. Как здесь осуществляется смазка я без понятия. Видимо вот временная заглушка. Нужно ее открутить и смазывать туда. Возможно здесь опять же фитильная смазка применяется. Видно канал. Вот эти два канала скорее всего сообщаются. Это скорее всего для смазки. Интересный эксперимент. Хочу попробовать на магнит. Так, здесь магнитится. А вот здесь, ребята, а вот здесь абсолютно ничего не магнитится. Магнитится фланец. Вот эта вещь тоже не магнитится. Здесь тоже не магнитится. И здесь не магнитится даже фланец. Сделал спецключ и удалось сорвать таки. Так что все-таки мы это сделаем и разберем ее. Уже подорвал. Осталось только открутить. Есть контакт. Сдернули эту мега деталь. И что мы видим, друзья? Мы не можем добраться никуда. Здесь нигде нет болтов. Неужели вот это как-то разбирается и туда внутрь все уходит? Ну а как? Что-то я в замешательстве. Разобрался, что к чему. Пришлось тут кое-что высверлить. Были расклепаны заклепки и вот так разбирается этот механизм. Нужно вынуть шпонку и можно будет выдавить вал. Я на своем канале готовые механизмы практически не использую. Поэтому мне по-любому нужно делать разборку. Во-первых, для ревизии. Во-вторых, друзья, чтобы вам показать, что это такое. Очень хочется, друзья, чтобы и вам было интересно. Потому что это действительно уникальные агрегаты. Такого в интернете очень трудно найти. Поэтому стараюсь делать и разборку, и все показать, рассказать. В общем, сейчас будем выбивать вал. Очень даже неплохо идет. Есть натяг, чувствуется. Но идет неплохо. По-любому менять подшипники надо будет. Так что это все ничего страшного. Если только в том моем ведре не окажется нужных подшипников, я очень сильно расстроюсь, друзья. Потому что таскаю, таскаю. Уже целое ведро. Но если вдруг не окажется, будет обидно. Причем обидно не то слово, потому что практически никогда такие вещи не пригождаются. Так, ну вот уже сейчас будет все разобрано. Есть турбина просто шикарная, ребята. Сейчас вы ее увидите, вы обалдеете. Просто шикарная вещь. Да, я ее уже вижу. Вот она какая, видите? Просто круто. Ну вот она, ребята. Я, конечно, просто шокирован, если честно. Что-то она какая-то легкая. Не титановая ли она? Потому что магнит ее не берет. Лопатки очень толстючие. Здесь я где-то видел следы балансировки. Вот она балансировка. Такая не тяжелая. Хотя металла здесь очень много. То ли я уже не чувствую, то ли она титановая. Проверить можно на искру. Если искра белая, значит это титан. Можно бормашинкой маленький надпиль сделать. Сейчас попробую. Просто если будет большой надпил, мы ухудшим балансировку. Она здесь сто процентов присутствует. Кстати, что-то тут написано. Диск КТ. Видите, сколько всего написано? АД 414. Вал 46. Непонятно, что здесь написано. Вообще не понятно. Будем посмотреть, что это такое. Да, друзья, это титан. Вы видели белые искры? Вот с другой стороны. Это целиком титановая крыльчатка. Не зря она такая легкая. Это как-то прям слишком круто. Не знаю, что теперь делать с ней. Ну и смотрим сопловой аппарат. Это тоже как бы не хухры-мухры. Сейчас мы разберем, посмотрим подшипниковый узел. Ну а пока проверим, из чего у нас тут сопловой аппарат сделан. Может быть тоже титан. Здесь уже балансировки никакой нет. Нет, бояться нечего. Здесь, я смотрю, пружины нет. Просто на подшипниках зажато. Есть какой-то сальник. Все это, ребята, можно в дальнейшем использовать, если вдруг захочу сделать какой-то аппарат, что-то помощнее, чем модельная турбина. И можно будет делать вал отбора мощности с помощью этой титановой турбины. Я не представляю, сколько бы она денег стоила, если бы ее покупать новую. Просто страшно. Рассмотрим повнимательнее. Узел уплотнения. Здесь резинка. Держится на четырех болтиках. Здесь у нас вот такая деталь. Можно снять целиком этот весь механизм. Здесь вот что-то плавающее. На масле очень приклеенное. Это сальник, я так подозреваю. Здесь есть колечко уплотняющее вал. Пружина прижимает сальник. И все это дело начинает работать как уплотнение. Но нужна постоянная подача масла. Здесь скорее всего постоянная подача масла. Есть два отверстия сливное. Вот это вот отверстие подачи. Покопавшись в своем ведре с подшипниками авиационными, я понял, что нет у меня таких. Но здесь они не люфтят. Просто их нужно помыть, потому что они шум издают. И можно собрать все обратно. Друзья, на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайками. Благодарю за внимание. Всем пока!